какое небо да классно всем привет только недавно вот видео записывал если кто смотрит слить за каналом про налоги как бы и тут налоговая дала себе знать пришло мне на почту письмо но через госуслуги короче за землю надо там налог заплатить и пеня уже короче что мне 57 копеек но я вставлю скриншот с этого сообщение какое пришло и там написано сейчас я там точно не помню так вот написано для оплаты этого начисления недостаточно сведений для уточнения данных оплата обратитесь фнс короче и у меня вспомнились несколько историй как раз вот если бы они не напомнили как бы я бы не вспомнил хотя у меня по земле вроде все оплачено и обычно как приходила платежка на бумажке все там написано там реквизита это просто как бы на почту и у меня долго у меня вроде как все оплачено еще как бы не проверял сейчас приеду домой и проверим не в этом суть истории такие значит первая история про машину была у меня еще давным-давно шестерка жигули 2106 и я ее продал и мне кто-то какой-то умный человек посоветовал ты горит от ксерокопируй ну с учета снял все как бы вот этот птс от ксерокопируй что ты ее продал что у тебя нет и все с учета снят и я как бы от ксерокопировал и как оказалось не зря проходит год мне приходит платежка налог короче на транспортный приходит а машин это нету я приезжаю в эту в налогу говорю у меня нет машины вот показывает и ксерокопию они ага да все хорошо мы там пометку поставим короче выпишем что нет у вас этой машины все уезжаю значит проходит год на следующий приходит опять платежка транспортный налог я да что такое опять короче еду в эту налоговую очередь занимаю народу до хера сидит я говорю блин такая фигня 2 год приходит мужик сидит рядом я горит четвертый год езжу каждый год горит отметки какие-то делают выписывают налоги горит так и приходит ладно все короче все выписали вроде все пропало на следующий год приходит налог на землю но я как бы без задних мыслей ну фамилия моя написана все вроде да оплачиваю а потом через какое-то время или когда оплатил уже ну короче замечаю что адрес не мой написан вообще какая-то другая деревня а фамилия и мою короче я же еду опять в налоговую говорю так и так фамилия да моё все а как бы адрес то не мой как что сделать они ну давайте пишите типа заявление что так и так там земли не имеете то все короче деньги мы вам там вернем короче куда-то как то не знаю ну короче ничего не вернулось все потерялось все отлично следующий год наступает мне приходит опять короче платежка на эту же землю которой меня нету как бы опять же фамилиями мою адрес не мой я еду опять короче в налоговую я говорю вот ну вы же там говорю я заявление писал меня нету этой земли как они так я вы нам можете справку какую-нибудь предоставить что у вас нету этой земли я говоря кто мне даст справку какую-то если у меня земли нету как вообще это можно представить что кто мне вообще даст я куда должен обратиться чтобы мне написали что у меня нет этой земли они ну езжайте куда-то там сельсовет в эту деревню короче может там что-то это я же короче поехал секретарь там или кто-то по земельным делам не знаю они там эти книги все подняли да посмотрели там да у них фамилия даже не моя как бы адрес все а на платежке моя говоря вы как-то можете написать что ну у меня нету этой земли не на мне они ну как у нас вот написано что это не на вас как мы чем какую вам справку мы вам выпишем езжайте налогу и так и так говорите этот представляете ты сам должен не они они там сидят в кабинете где ты вообще похеру на все ты должен сам куда-то поехать хер знает за сколько километров все вот это все как бы узнать все бумажки собрать им привести они вроде записали но в итоге все опять проебали извиняюсь за мой французский так вот ладно проходит еще год приходит опять платежка на эту землю я уже короче не еду ни в налоговую не там всякие эти администрации я еду сразу по этому адресу который указан в этой платежке приезжаю туда там домик какой-то такой зашарпанный стоит мужичок или женщина я уже не помню но тоже такие такого вида не очень так я говорю видите платежку они ну смотрят да я говорю видите написано моя фамилия и отчество ваш адрес я говорю если в следующем году придет такая же бумажка я вам приезжаю и вас отсюда выселяю потому что приходит налог на меня на мою фамилию и забираю вас этот земельный участок и отдаем короче эту эту платежку они все все мы оплатим мы там разберемся короче таки эти все дела и все действительно все перестал вот уже сколько лет короче не приходит все нормально а тут вот приходит опять какая-то это и опять них там информация короче не про это так что вот так вот работает налоговые органы хотят побольше уже по моему крыша поехал у них на почве налогов еще кстати в роли какой-то вчера увидел в целе или позавчера но не в тему он вроде как и не про налоговую это телефоны на короче научился регистрировать имеет и мы вот этот короче будет регистрируется и платно это будет дело все и цена будет зависеть от суммы короче но от стоимости телефона чем дороже телефон как бы тем и будешь за ну когда при постановке на учет телефона как бы надо это тоже посмотреть может быть какая-то хигня но вот что-то такое я слышал так что надо в лес куда-то уезжать жить так что человек совет надо каждую бумажку сохранять где-то что-то оплатили где-то что-то не оплатили где-то что-то ваше не ваше надо все обязательно сохранять потому что в итоге крайнем ты останешься вот такие вот дела сейчас буду разбираться с этим налогом что за фигня а вам желаю всего хорошего чтобы вам такая херня не приходила за неизвестно что платить и всем всего хорошего хорошего дня и всем пока до новых встреч